Да, да. Приветствую вас сердечно. Пожалуйста. Я знаю, что все уже у нас вас знают, и вас любят, и ждут. Ну, это очень здорово. Но здесь бывают новички, которые в первый раз. Поэтому, пожалуйста, представьте, с чем вы занимаетесь, и мы начнем беседу. И постараемся сделать ее емкой, но короткой. Потому что сейчас мне там часто пишут, мы не успеваем смотреть долгие встречи. Поэтому мы постараемся компактно. Вы прекрасно выглядите. Спасибо. Меня зовут Наталья Анатольевна Блазнова. Можно сказать, что я вообще всю жизнь, получается, в педагогике. Я кандидат филологических наук, и сейчас тоже моя деятельность связана с филологией, с русским языком, с обучением детей, подготовка ОГЭ, ЕГЭ и более младшие классы. Дети у меня есть более младших классов. Что я хочу сказать? Действительно, хочется компактно. Ну, именно вот для новичков тоже я вот думала, что же я скажу. Наверное, в ноябре будет уже три года, как я с ключом. Но история моя такая, что я встречала где-то рекомендации о ключе, о вас, и думаю, ну, серьезный метод надо изучать поподробнее. И примерно года полтора, наверное, я все думаю. Ну, буду, буду изучать. Так вот, было бы больше времени уже я с ключом. И это была моя ошибка. Вот, понимаете, слишком люблю все изучить подробно. Это неправильно в том случае как раз было. Для новичков, пожалуйста, не затягивайте. Если вы встретили где-то ролик или небольшой шорт где-то, где Хасай Магомедович говорит о чем-то, пожалуйста, не затягивайте. Ныряйте сразу, изучайте. Потому что я потеряла год или полтора, может, два. Ну, ладно. Еще я хочу сказать, что вы же у меня проходили как специалист подготовка для личного использования. Ну, чтобы новичок понял, что есть два формата. Когда для личного использования. Ради Бога. Берите, пользуйтесь. А когда как специалист проходит подготовку, там определенный формат. Сначала надо со мной поговорить. Я определяю прямую, не прямую, потому что к нам не все подходят, потому что у нас метод очень демократичный и никаких диктаторских там. Как бывает иногда учитель с школьниками в приказном порядке разговаривает. Такого не бывает при обучении саморегуляции в системе ключ. Ну, короче говоря, это два формата. Ну, вот подготовку, я все мечтаю, я не проходила. Но я настолько для себя вот уже погрузилась, что какая-то, наверное, подготовка уже не будет. Мы с вами выходили несколько роликов, поэтому вы, как почетный участник, имеете право. Я хочу, чтобы я знал, что он не может брать, пользоваться нашим, ну, можно так сказать, имиджем нашей школы, имиджем нашего метода. Я скажу прямо лучший, быстрый, самый эффективный метод в мире. И называться его мастером и обучать других людей, тем более зарабатывать на этом деньги, не пройдя специальную подготовку с техникой безопасности и все прочее. Это я говорю о том. А вас я лично знаю, и вы наш почетный участник, поэтому вы имеете право. Да, но я все равно, конечно, скажу, что я, конечно, мечтаю пройти такую подготовку, но я постоянно на ключе. То есть, знаете, первые, наверное, года, ну, наверное, два я уже как-то рассказывала, что я делала упражнения исключительно, если мне никуда не нужно идти, потому что я буквально спала. То есть, понимаете, жизнь моя, качество моей жизни изменилось абсолютно, абсолютно. А что изменилось, в какую сторону? Потому что в разную сторону можно поменяться. Ну, саморегуляция пришла ко мне. То есть я, конечно, не скажу все, когда вот меня знают, в общем-то, я производила впечатление человека, ну, мне все говорили, ты очень спокойная и так далее. Ну, это, на самом деле, саморегуляция была за счет, видимо, каких-то ресурсов внутренних. Я была в тревоге и тревожная, и как мама, и как, ну, преподаватель. Что изменилось? То есть я, во-первых, научилась опираться исключительно на свое мнение. Потому что, знаете, люди, которые очень любят учиться, вот типа меня, ведь есть и плюс, и минус в этом. Я все время интересовалась всеми, мне казалось, я все ничего не знаю, чего-то я все не до конца познала. И вот слушала буквально всех в разных областях, в разных, и бытовых, и профессиональных. Сейчас я даже, знаете, стала, вот такая фраза стала у меня внутренняя, вот этот вот цензор или критик, я буквально не верю. Вот первое, я начинаю как антистаниславский, не верю, потому что нужно убедиться самой. Я стала, знаете, больше прислушиваться к себе, к своему внутреннему миру. Я принимаю решения, ну, иногда, конечно, бывает, что я и затягиваю, не очень уверена, но более уверена. Вот, и если вдруг, вот я хочу рассказать, я стала, вы все время говорите, делайте то, что хочет ваше тело, прислушайтесь к себе. И вот совсем, кстати, недавно я стала замечать, вот я, например, как преподаватель, я встаю иногда утром, я делаю какие-то свои там то зарядку, могу даже побегать, утром сходить, что-то такое. А в основном, вот ты встал, и ты садишься за компьютер, потому что надо подготовиться к занятиям, там еще что-то. И я задала себе вопрос, то есть, вообще я такая, знаете, усидчивый, в принципе, человек, я уроки делала всегда, и потом училась, и сами понимаете, диссертацию написать, тоже нужна определенная концентрация, усидчивость. И я вот думаю, неужели сесть и сидеть за столом, это вот мое любимое дело? Ну, ведь это же не так, ну, в том смысле, что хочет мое тело, оно хочет разве сесть с утра и заниматься за столом, но ведь это же не так. И я стала думать... Не так, это зависит от индивидуальности. Ваша индивидуальность не хочет. Возможно, но я подумала, одно дело, то, что ты хочешь делать, и то, что ты то ли привык, то ли приучился, то ли приучен. Как отличить, да, чего ты хочешь на самом деле, да, от того, как тебе кажется, что ты хочешь, да? Да-да-да, и получается, что я приучена садиться, я вот сколько себя вспоминаю, я все время за уроками сижу, я что-то читаю, ну, я, конечно, я занималась баскетболом, я очень много двигалась в детстве, и, в принципе, такая подвижная. И вот, понимаете, я думаю, ну, значит, я приучена сидеть, а ведь это неправильно. И я стала к себе прислушиваться, и я опять заново открыла для себя волну, мне нравится покачаться. Однажды, вот как-то недавно совсем, я поняла, что я хочу покачаться, поплакать, знаете, какие-то такие звуки поиздавать, ну, типа плача. И вот я себе это позволила, дома никого не было. Я сразу скажу для новичка, который не знает еще о том, что быть собой, побыть собой – это большое счастье. Но не всегда это возможно делать на людях, потому что, ну, допустим, тебе хочется кричать, плакать или песню петь, или танцевать, а ты на собрании находишься общественно. Поэтому это надо делать за закрытыми дверями определенное время, в день, когда у тебя есть возможность, и, как говорится, выпустить пар. Вот там, о чем вы и говорите, и ты, когда выпускаешь пар, и прослезился, и поплакал там, и постонал, и песню попел, и потанцевал, и вспомнил какие-то движения, которые хочется делать, делаешь. У тебя снимается весь груз накопленных впечатлений, и тебе так хорошо, и запоминаешь это состояние на будущее, что когда у тебя стрельшь, чтобы ты сразу мог это вспомнить. А для этого закрепляешь, якорь делаешь, то есть ты все 10 пальцев можешь так вот обжать, там у нас есть специальные ролики, пусть посмотрят. Вот, да, ушки размять, ну это просто якорение. И самое главное еще, вот ко мне недавно вот буквально человек обратился и говорит, я на этот ноль, который вы там показывали, когда переживаешь и делаешь повторяемые движения, сидишь на волне. У меня один раз, говорит, получается, в другой раз не получается освободиться. А я и сказал, а перед этим, если не получается, надо вот это сделать, и еще сделать так, втянуть голову в плечи, кулаки сжать, сжимать, несколько раз втягивать, несколько раз втягивать. Это такой прием потрясающий. А потом болтайся сколько хочешь, и у тебя получается. О, заодно я как раз сказал. Да, 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 у меня было то же самое. И, кстати, я тоже думаю, в другой раз это не получалось, или когда я опять пробовала, такое могло не получиться, в другое немножко было состояние. И вот я, знаете, так сделала. Действительно, мы же дети, мы где-то вот этот, знаете, сейчас внутренний ребенок, мы где-то недоплакали или еще что-то. В общем, я оторвалась, и, понимаете, и я была вот удав, вот, понимаете, я пришла на работу, я была внутренне настолько спокойна, и это длилось долго. И, возможно, даже и сейчас еще я действительно это состояние запомнила. И вот еще раз хочу просто сказать, что нужно прислушиваться к себе, к чему мы приучены, к чему мы привыкли, и все-таки, чего мы хотим. Кто-то, да, поплакать, кто-то попрыгать, иногда я боксирую, иногда я какие-то танцы, я там очень люблю именно вот барабанить. Ну, в общем, это разные. И вот то состояние, в которое ты потом входишь, на работе какие-то, знаете, были моменты напряженные, может быть, там, ну, или с детьми, или еще что-то. Я чувствую, что я вообще по-другому себя чувствую. Мне кажется, что я в каком-то хрустальном, наверное, колпаке, а все вокруг бурлит. Так здорово. И вот я поэтому хочу сказать, чтобы как только, если вдруг кто-то встречает ваш ролик или метод, обязательно начали изучать и на себе пробовать. Кто-то, может, скажет, ну, не получилось, возможно, в этот раз, не то было состояние. Мы же, что я привыкла делать вот за эти три года, это сначала обращать внимание на себя, на свои внутренние потребности, что я хочу сделать, что я хочу, ну, какое-то движение совершить. И самое главное, нас иногда же упрекают. У меня, допустим, была очень такая активная бабушка, она не понимала, если я прилегла днем. Вот молодая лежит. Она этого не понимала. То есть нам могли сказать, а почему ты это делаешь, не делай это и так далее. Ну, а мы пытались соответствовать. Кушать заставляли, начиная с детства, за маму, за папу, скушали обязательно. Кушай. На самом деле человеку, может быть, в этот момент и не нужно это. И поэтому портили ему живот. И потом есть люди, которые с утра хотят поесть. Так ради Бога. Есть люди, которые хотят днем или вечером ради Бога. Но чтобы понять, чего ты хочешь, надо научиться освобождаться от стрессов, от этих вот навязанных стереотипов. У меня недавно парень, у него внутричерепное давление. А он поначитался там, что надо воды пить. Чем больше пьешь воду, тем лучше. Ну, и начинает на ночь пить воду. И потом мне звонит и говорит, что у меня такая тревожность. Ну, естественно, если он воды напился, на ночь лег, у него внутричерепное давление. Конечно, он потом с тревогами, со страхом, и он мне звонит, я не знаю, что со мной. Я начал в нем выяснять, оказывается, он воду много пьет. Потому что он где-то прочитал в интернете, что человек из воды, надо пить воду там. Поэтому, чтобы человек не подчинялся стереотипам, авторитетам и так далее, надо время от времени разгружаться, освобождаться от этих шаблонов мышления, от страхов и так далее. И выходить на самую себя. Вот это то, что вы сейчас говорите, чувствовать, что ты сам хочешь, да? Да, и вот это поменялось тоже. Я вот хочу сказать, что когда мы вспоминаем, а ну вот я и хотела сказать, что иногда мы чувствуем, что мы чего-то хотим, но думаем, ну, наверное, ты же еще там, то ты молодой полежать, то ты еще какой-то полежать, то у тебя там дела, а ты лежишь, пыль лежит, и я лежу. Знаете, надо... Пыль лежит, и я лежу, да. Прибраться, постираться. То есть я заметила за собой, что я совершенно, ну, как сказать, не терплю пустоты в плане действий. Это же, наверное, тоже какой-то невроз, потому что я не понимаю, чтобы что-то не делать. И вот я позволяю себе что-то не делать, потому что... То есть с одной стороны ты прислушиваешься и понимаешь, что ты хочешь сделать, и прислушиваешь себя, и понимаешь, чего ты не хочешь делать, и это нормально. Потому что мы склонны себя пилить за это. А вы знаете, я вам хочу сказать, что все большие мастера во всех эпохах, во всех эпохах, всегда говорили, слушай себя. Все методы мира, цигун, там, йога и так далее, все учат слышать себя, но никто не говорит, как этому научиться. Да. А мы как раз сейчас говорим, освобождаясь от стрессов с помощью подбора действий синхронных к текущему состоянию в моменте. Да, ну делай это, закрой дверь и пять минут этим занимайся. Это игра тренировка, как подберегли себе. Мы сейчас будем с Романом Возенко делать вебинар. И там надо, чтобы кто-то опять затронул эту тему, кто-то задал в зуме этот вопрос. Надо, потому что мы с Романом говорим свои темы, соединяем там в ответах на вопросы. И можем упустить этот вопрос. Поэтому надо, чтобы кто-то его напомнил. Расскажите нам, как делать игру-тренировку «Подбери ключ себе», чтобы услышать себя. И мы расскажем еще раз, кто этого не знает. Как замечательно, что вы это сегодня мне позвонили и сказали. Что вы там мне написали «Я после того, как делаю разгрузку, становлюсь спокойный, как удав». Я поэтому не понял. Удав – это действительно. Вы такой образ нашли. Очень хороший. Да, но я хочу сказать, опять же, вы правильно сказали, что это, видимо, какие-то пиковые помогают моменты именно войти в это спокойное состояние. Иногда, когда, видимо, ты не совсем уставший или вымотанный, возможно, такого не получить. Но когда ты, либо ты не подобрал ключик вот этот вот, другое упражнение, ты подумал, а, тогда мне так помогло, сейчас я снова так сделаю и снова войду в это состояние. Так не получается. Но это тоже вопрос познания себя. Сегодня так получилось, завтра не так. И вот когда ты все совпало, и пик твоего напряжения, и ты понял, что тебе нужно. А возможно, знаете, вот мы иногда боимся стрессов, а иногда вот именно когда у тебя пиковое напряжение, ты быстрее, мозг он отсечет, все вот эти, ой, а так, да, было так, а это тогда эдак. Точно, делай вот это. И ты это делаешь, и вот ты удав. Там все совпало. Но для этого нужно знать ключ. Для этого нужно понимать, что это есть, и что нужно к себе прислушиваться. Я точно понимаю, что раньше я это буквально не использовала. И вот эти пики, они просто было такое. Но они автоматически меня, ну, вырубали просто по жизни. Просто само напряжение так выводило. А тут ты управляешь этим, понимаете. И поэтому, если я даже, знаете, состою в каких-то группах, там, в Телеграме, или где кто-то скидывает какой-то суперролик, недавно вот жгонку скинули, я пишу. Есть ключ, Хасай Магомедович, подписывайтесь на все каналы, потому что это основа. Жгонка там, я просто не могу не сказать. Ну, все элементы ключа есть в мире. По отдельности они то жгонкой называются, то медитацией называются, то все. Ключ это из всех этих методов путем анализа выбраны соль, суть. И при этом добавлено что? Когда делаешь эти упражнения, жгонка там или йоговские, думай не о качестве выполняемого упражнения. Там вектор внимания такой. Впервые в мире делая упражнения, думай не о качестве выполняемых упражнений, а о том, что тебя волнует на самом деле. И тогда у тебя и хлёст, и жгонка начинает работать на решение волнующих вопросов. А так ты думаешь, как правильно делать жгонку или как правильно делать это движение. В йоге, например, как правильно сидеть. Это глупость, йога же не для этого служена. Да, я, знаете, хотел еще вопрос вам один задать. Вы все время говорите пересматривать ролики. У меня накопились вебинары, и я их тоже пересматриваю. Хотя они там по два, по три часа, по несколько раз пересматриваю. И вы знаете, один был вебинар, и там была женщина, она в Америке живет, пианистка. И вот вы там с ней разговаривали, она тряслась, шел диалог. И она в какой-то момент сказала, ну, у меня же много дел. Почему такое напряжение? У меня и то, и пятое, и десятое дел. Я вот хотела у вас спросить, почему-то мне в тот момент пришла такая мысль, что мы вместо того, чтобы себя разгрузить, мы понимаем, что мы напряжены, у нас много дел, и мы вообще уже в стрессе, мы это уже начинаем осознавать. А мы вместо того, чтобы расслабиться, мы еще больше себя нагружаем. Мне так показалось, что и у меня такое в жизни бывает, что вместо того, чтобы расслабиться, я не понимаю, что происходит, и вдруг я оказываюсь, что я еще больше нагрузила себя, еще больше нагрузки, допустим, на работе, еще больше дома. Есть такое, что, и вот знаете, я стала даже замечать это вокруг. Ну вот слушала там одно интервью, и вот женщина, у нее был травмирующий опыт в детстве, и вот в итоге у нее четверо детей. Я думаю, ну так у нее же непрожитая своя вот эта травма, и она еще, что такое четверо детей? Я не против детей, а в том смысле, что это же нагрузка огромная, четверо. Это же переживание. То есть вместо того, чтобы она себя расслабила, прожила эту травму, она очень много этих детей на себя взвалила, родила. Ну, даже если это от радости, но все равно это огромная нагрузка. Почему-то я сопоставила эту мысль вот с этим случаем, и вот стала наблюдать. Вот как думаете, есть такое явление, что мы, не поняв вот себя и не разгрузив, мы еще больше грузимся? Вопрос понял. Мы все время задействованы. Мы все время задействованы, мы все время в чем-то участвуем. И не чувствуем своего истинного состояния, потому что мы задействованы. И вот если мы возьмем в течение дня хотя бы один раз, две-три минуты, делаем вот это вот, якорь, это вот узелки на память, разминаем воротниковую зону несколько раз, буквально по секундам. Потом сели, отпустили себя и вдруг задумались. И в этот момент каждый может почувствовать, что он из этой задействованности жизненной выскочил и начинает приходить в себя, и начинает вдруг чувствовать, а что ему хочется на самом деле. И вдруг кто-то начинает засыпать. Оказывается, он был задействован и не чувствовал, что ему пора отдохнуть. И поэтому у него несоответствие происходит между активностью и потребностью организма. В какой-то момент сосуды спазмируют, у него давление подскакивает. Потом он удивляется, откуда у него кризис, откуда у него паники потом появились. Поэтому время от времени, ну это же в индийской йоге, и это же в медитации, везде сказано. Регулярно, время от времени. Занимайтесь медитацией. Для чего медитацией занимается человек? Это размышления на фоне безмятежности. А как прийти в медитацию? Снять лишние напряжения, опять же, это показывает. Сел, думаешь о чем-то, о волнущих вопросах, выскочил из-за действованности, вдруг почувствовал, что тебе плакать хочется, или почувствовал, что тебе зевать хочется, или почувствовал, что тебе петь хочется. Выйти из-за действованности, из-за этой суеты постоянной, в которой ты находишься, и почувствовать себя, о чем мы начали сегодня, услышать себя, и сделать то, что тебе хочется. Например, ты давно не спал, и тебе захотелось спать. Ну поспи. Или захотелось танцевать, танцуй. Это называется разгрузиться, ну хотя бы на пять минут в день. Освободись от задействованности. А для этого, чтобы освободиться от задействованности, сделай то, что тебе в голову придет в этот момент. Какие упражнения придут? Ну кто-то вот в этой задействованности захотел потрястись. Кто-то в этой задействованности захотел вот так сделать. Вот ты начни вот так делать, и вот тут как потянул за эту ниточку, вес глубоко раскрутится. Ты поделал вот это, вес глубоко раскрутится. Все, что в голову придет в этот момент, вот ты задействован, и вдруг вспомнил какое-то из этих всех упражнений, одно хотя бы, начал делать, и ты заметишь, что ты снимаешь стресс, выходишь из этой задействованности, приходишь к себе, начинаешь понимать, что ты хочешь, делаешь, что ты хочешь, и восстанавливаешь баланс. Я не знаю, насколько понятно сейчас объяснил ответ на вопрос. Давайте, если что-то непонятно, задайте мне еще раз. Ну, я просто понимаю, что нужно вот этот момент, я думаю, это все-таки, знаете, образование. Вот то, что вы делаете, это и есть элемент образования, потому что, видимо, мы без, ну, как сказать, нас может, наверное, только ситуация жизненная какая-то, как сказать, расслабить, скажем, условно так, а так, когда знаешь ключ, и ты его применяешь. Пока петух не клюнет, говорят, мужик не перекрестится, да? Да, и это, знаете, такое неуправляемое какое-то действие. Сейчас же у нас очень модно осознанность, управлять своей жизнью. На самом деле, это, вот это и есть. Поэтому... Это осознание, конечно. Да, а когда, когда ты ключом владеешь, я просто, наверное, думаю, что это, нужно вот знать ключ. Опять же, возвращаюсь, опять к первым же моим словам, не затягивайте, изучайте ключ, потому что, если ты этого не знаешь, вот ты будешь ходить вот этими кругами, и все это будет с тобой случаться. А когда ты знаешь ключ, и когда ты попробовал раз, другой, я говорю, у меня, наверное, года два ушло, и до сих пор я познаю, и до сих пор чего-то там могу там, ну, не понять или не пережить, но уже я знаю, у меня есть вот это знание о том, что есть ключ. Я пересмотрю какой-то ролик или какой-то там вебинар. Когда мне попадаешь, когда ты знаешь заранее, что у тебя есть ответ, что ты можешь дверь закрыть и поделать пять минут что-то, что придет в голову из-за этого, и это все глубоко раскрутится. Когда ты знаешь, что у тебя есть способ, как спасательный круг, конечно, в любой ситуации кризисную ты увереннее себя чувствуешь. Конечно, это для этого и сделано. Ну, вот я думаю, что нам просто нужно образовываться, это как раз то самое знание, которое не... Поэтому мы с профессором Матвеевым в физкультуре для 10-11 класса не со стороны психологии, а со стороны физкультуры, потому что с физкультурой не поспоришь. Физкультурой занимаются и таксисты, и министры, и штангисты, и шахматисты, никто не будет спорить с физкультурой. А в этой физкультуре есть синхро-гимнастика, синхро-метод, то есть подбирать упражнения, которые резонансны текущему состоянию человека в моменте. И оказалось, что сам подбор этих упражнений развивает изобретательское, творческое мышление. Любую задачу потом решать с поиском наиболее простого решения через призму общечеринских ценностей. Это вообще делает человека человеком, а то иначе он просто как робот-автомат, подражая чужим авторитетам. Обучение же на основе повторения, мать учения, такой принцип. Обучение, это на основе повторения, повторяй, пока не получится. Старый принцип, всемирно известный. Мы даем добавление, что этот принцип обучения мать учения, повторения мать учения, надо еще добавить принцип, подбирай подбор путем перебора, то, что тебе подходит лично. Это то, чего не хватает и то, что давно надо было в школу внедрить, но никак не было внедрено. Поэтому мы всем подчиняемся. Нам сказали это, и все делают это, нам сказали то, и все делают то. Нам сказали пей 20 литров воды в день, и все пьют 20 литров воды в день. Потому что урока такого в школе не было. Урока самопознания, и вот как раз мы с профессором Матвеевым, через физкультуру, а не через психологию, потому что сейчас каждый считает себя психологом, тут же еще не зная, о чем речь, тут же начинает писать пометки, да ерунда какая-то, туда-сюда. Не в курсе дела просто. Нет, нет, не ерунда. Я просто говорю, что нужно изучать. Просто пока вот вы говорили, я поняла, почему-то мне пришла мысль, что это именно знание, которое нужно получать и вникать, потому что я просто представила, вот вы говорите, нужно вот так расслабиться, нужно прислушаться, что-то там, допустим, потереть. Но до ключа все это у меня, например, было абсолютно спонтанно. Как вы говорите, некоторые же по-разному стрессы снимают, кто-то водку пьет, у кого как, понимаете, женщины платьют. Кто-то снимает, кто-то на гитаре играет, кто-то на пианино играет, кто-то танцует. Правильно. И мы говорим, если ты в стресс попал, перебирай любые действия, найди то, которое тебе подходит в моменте, поделай его, у тебя сразу стресс снимется, и в следующий раз у тебя будет уже навык снимать стресс уже без упражнений. Мы в следующий раз, когда с вами еще раз встретимся, когда у вас будет время, поделитесь с нами, как ваши ученики в классе, после того, как вы стали меняться в лучшую сторону, как вы говорите, в плане меньше зажимов у вас. Как они вот теперь реагируют? Как вы свое предприятие преподаете? Расскажете? Да, хорошо, я подумаю, соберу опыт, расскажу, расскажу прицельно. что вы не просто педагог, вы кандидат, скажите, пожалуйста, филологических наук. Филологических наук. Это русского языка. Моя мама тоже была кандидат, была доцентом, в пединституте преподавала советскую литературу. И вот сейчас мы с Романом Газенко как раз таки будем говорить о психолингвистике, что означает то или иное слово, к которому мы все привыкли, а нам кажется привычное, нам кажется понятным. А на самом деле между привычным и понятным нету такой крепкой связи, потому что мы привыкли, нам кажется, понятно. Если бы было понятно всем, что мир лучше войны, войн бы не было. Это просто привыкли к этим словам. А что это такое, по сути? Поэтому говоря, начни с себя. А что это такое? С чего начать? Поэтому я говорю, бери пальчик нажимай, пальчик нажимай, но после того, как пройдешь курс. Поэтому будет сейчас вебинар, и всех туда приглашаю. Я тоже всех приглашаю подключаться и к вебинарам, и к бесплатным каким-то роликам. И ко всем смотреть вообще все. Я пересматриваю по несколько раз. Поэтому иногда даже я думаю так. Тогда я смотрела, я была в более спокойном состоянии. Даже себе такой вопрос задаю. А вот сейчас у меня небольшой стресс. Как я сейчас услышу эти слова? Как я... Потому что пока ты спокоен, тебе кажется, да, все, прям это вот так. А когда ты стрессишь, ты половина не слышишь или думаешь еще что-то. То есть я уже себя даже тестирую на восприятие ваших роликов. и, в общем, практически живу в этом. Ну, это просто, правда же? Потому что может показаться новичку, что вот раньше жил обычной, нормальной жизнью, а теперь еще и с методом. Нет, наоборот. И так вы делали это все, но делали инстинктивно. Инстинктивно, это знание. Это то, что вы и так делали. Вы и так потягивались, вы и так плакали, вы и так делали, как что делается в жгонке, вы и так пели, вы и так спали, вы и так делали это все. А теперь, когда вы узнаете суть, это и называется осознанность. Теперь вы будете это делать как упражнение сознательно, и это дает новые преимущества. Это вы и так делали. Если бы так не делали, мы бы не могли метод придумать. Мы же его не придумали искусственно, мы его увидели в жизни. Что все так делают. Все йоговские упражнения, между прочим, даже те, кто не знает йогу, когда-то кто-то в жизни делает. Да. Да, конечно. Йога же тоже образовалась из наблюдений за жизнь. Поэтому всех тоже приглашаю присоединяться к вебинарам. И любую-любую у Хасая Магомедовича мысль... Уже сейчас недавно только был там кокус. Я там сделал фотографию. О чем я думаю в этот момент? И там женщины, да? Такие комменты написали. Вы думаете о том, как помочь людям? Они же говорили о себе. Да, да, да. Они такие прекрасные. Они свое видение мира, как женщины. А женщина – это берегиня. Женщина любит прекрасное. И они себя открыли и показали в этих ответах. И я им сказал, слушайте, давайте я еще раз это сделаю фотографию, сделаю такую фотографию. И теперь больше буду думать в этот момент интенсивнее о чем-то, чтобы вы определили. О том же самом я буду думать, только интенсивнее. И сделал новое. Поэтому я всех приглашаю, кто не записан на Телеграм, тоже запишитесь. И на YouTube-канал запишите. Там везде разные вещи тоже бывают, очень интересные. И на TikTok у нас интересная вещь. В общем, все наши сети, пожалуйста, записывайтесь, потому что мы – школа человек будущего, это школа человечности. А человеком ты можешь быть только тогда, когда ты умеешь снимать стресс. Потому что, когда ты в стрессе, тебе будет такой накал, такой инстинкт выживания, что ты эгоист. Ты ничего не слышишь, ничего не видишь. Тебе только выжить надо, чтобы ты достойно выживал. Тебе надо превращать энергию напряжения, решение своих волнующих вопросов, быть творцом, потому что человек по природе добрый, хороший и творческий. И в нашей школе как раз вот пример. спасибо вам большое. Спасибо вам, Хасай Магомедович, за ваш метод. Вы нам очень помогаете, потому что вы передаете это детям. Не тем, что вы их учите там, психогимнастике, но вы уже своим примером внутренней свободы, естественности, доброты. Если вы будете в равновесии, конечно, вы лучше преподаете, чем когда вы в встрече находитесь. Да, да. И для учителей смотрите ролики, участвуйте, потому что действительно ты другой. Ты другой человек, ты другой учитель. Все хорошо. Спасибо вам большое. До встречи. Я надеюсь, что мы скоро встретимся. Скоро встретимся. Вы знаете, я придумал одну строчку, сейчас скажу. Это строчка для графоманов, потому что я случайно смахнул очки и разбил их, и у меня возникла строчка. Минуту назад было одно, а теперь другое. Были очки, а теперь их нет. Да. Но они такие, зато они поломанные. Дружки нету, зато они поломанные. Минуту назад было одно, а теперь другое. Были очки, а теперь их нет. Зато они поломанные. Это для графоманов. Пишите стихи, пишите картины. И напоминаю, у нас вебинар будет с Романом Газенко. И у нас там в Телеграме отзывы пишут по фотографии, которая называется «О чем я думаю?» Пишите там. Еще раз вам сердечное спасибо. Спасибо. Очень приятно на вас смотреть, потому что вижу мудрого, красивого, внутри свободного, сбалансированного человека. Каким и должен быть педагог. Обаяние. Спасибо вам большое. Спасибо. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok